Особое мнение на 101FM Как обстоят дела с установкой в нашем городе памятника Сталину? Сейчас идет опрос общественного мнения И с учетом опроса общественного мнения Сегодня, как говорится, этот вопрос Я думаю, что мы к 75-летию сможем организовать на территории города Кирова А в целом, например, в Демьяново мы уже ставим памятник Сталину Он заказан из бронзы, подстамент уже готов И к 9 мая, как говорится, данный памятник будет воздвигнут и будет проходить митинг А где он будет воздвигнут? Демьяново, Подосиновский район Там проживает более 5000 населения И сегодня отведено место под памятник, очень шикарное, с моей точки зрения Его наши товарищи благоустраивают Уже благоустроили, по сути дела Вот так Давайте к второму вопросу Второй вопрос у нас звучит так Так, в этом году мы отметили 80 лет пакту Молотова-Риббентропа Почему кировские коммунисты не выходят с инициативой установки памятника Молотову? Я хочу так сказать поправить Того человека, кто, в общем-то, такой задает вопрос Не было пакта, был договор о ненападении Молотов-Риббентроп И, в принципе, сегодня даже верховная власть оценила этот договор С учетом того, что буквально недавно на совещании президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что Сталин единственный из руководителей Европы и других, так сказать, сателлитов, которые были, в общем-то, под Гитлером Он не встречался И он заслуживает определенного уважения Вот я дословно процитировал сегодня, по сути дела, Владимира Владимировича Путина Поэтому этот вопрос очень хороший, мы его тоже рассматриваем, но, к сожалению, у нас пока нет тех материальных возможностей, которые бы дали возможность нам установить памятник Вячеславу Михайловичу Молотову То есть в ближайшей перспективе памятник установленный будет? Мы тоже над этим вопросом работаем Мы, в принципе, в городе Советский мы все-таки добились того, что табличка мемориальная появилась, в общем-то, Вячеславу Михайловичу Ну, давайте теперь по нашей повестке пойдем и поговорим о вашем внутрифракционном конфликте во фракции в Законодательном собрании На последнем заседании пленарном, которое прошло 19 декабря, вы, выступая по проекту бюджета, говорили и выступали как глава фракции и вы говорили от имени фракции При этом мы знаем, что 29 ноября прошло заседание фракции, где были три представителя КПРФ И большинством голосов там был избран руководителем фракции Леонид Сандалов Документы, насколько я знаю, сейчас находятся в Законодательном собрании Вопрос, почему вы продолжаете выступать как руководитель фракции? Ну, Ксения, никто меня, так сказать, не убирал с руководителя фракции Это, во-первых, во-вторых, подтвердил аппарат Законодательного собрания Буквально позавчера пришел ответ на то уведомление, которое мы отправляли по фракции По исключению из фракции двух, так сказать, депутатов, это Чурина и Сандалов А то, что они провели... Вы писали уведомление, а вам какой ответ пришел? А ответ пришел, что это сам руководителем фракции является Мамаев, ему фамилия Поэтому здесь это инсинуация, которая, в общем-то, не о чем, наверное, говорить И плюс этим товарищам, а даже их товарищами сейчас нельзя назвать Говорится, они бы успокоились Успокоились и продолжали работать, как говорится, как депутаты Но вне фракции, с учетом того, что сегодня положение И фракция это партийная структура, понимаете? И партия утверждает положение, то есть бюро, это прерогатива бюро, обкома партии Которое утверждает положение о фракции и отдает законодательное собрание Она может носить изменения, только этот орган, по сути дела, политической партии Поэтому, как говорится, положение у нас давно, оно зарегистрировано И, в принципе, мы провели, как говорится, заседание фракции И согласно положению, в общем-то, все было законно А то, что они инсинуацию сделали, выдвинули, в общем-то, с Андалова Это они даже не собирались Там поддельные документы, по сути дела, им тоже дан ответ А документы все-таки какой-то ответ дан им, наверное? Да, им тоже дан ответ Поддельные документы, да, где, по сути дела, ввели заблуждение Александра Ивановна А приезжал к Александру Ивановне, к такому заседанию не было Приезжал с Андалов в Вятские поляны и просил поставить подпись Сегодня по данному вопросу, в общем-то, запрос Геннадия Андреевича Зюганова Соответствующие органы сделан И будет в определенной степени вынесена и правовая точка в этом вопросе Я бы просто советовал этим товарищам сегодня успокоиться И если их исключили из фракции, это не говорит о том, что действующее законодательство сегодня Не позволяет нам забрать у них, в общем-то, депутатские мандаты А могут они оставаться свободными депутатами Занимались работой, помогали избирателям, отчитывались перед избирателями А этого сегодня нет С учетом этого, как говорится, я хочу просто поставить точку Это полная инсигнация и бред сегодня двух людей Которые, в принципе, на последнем заседании законодательного собрания Ну, я не ожидал вот такого, так сказать, такой невоспитанности Со стороны Анатолия Михайловича Чурина Тогда, когда выступил от фракции, сказал, потому что было у нас заседание фракции И мы приняли решение не голосовать против бюджета Но они-то проголосовали за бюджет Ну, я так поняла, что никакого заседания не было Как это не было? Заседания у них не было Но Анатолий Михайлович сказал, что заседания фракции не было У нас было, когда Александра Ивановна приехала, мы все вопросы разобрали С учетом того, что... Но ведь это тоже тогда получается, что вы приняли позицию не большинством голосов Нет, почему? А там большинство голосов не надо Там принимают решение бюро, тем не менее Сандалов, так сказать, был исключен И согласно положению, председатель фракции То есть, вернее, руководитель фракции Он имеет сегодня два голоса Вот, поэтому, как говорится, у нас... Это где-то прописано в документах, что... Это в документах, в положении, все это есть А тут начали они инсинуации делать о том, что вот не было назначения и так далее У нас же протоколы есть, ведется книга, они прекрасно это знают Все заседания фракций, когда были, всегда велся протокол И, в принципе, они видели этот самый документ, который носит название, так сказать, книга протоколов Поэтому тут никаких вопросов сегодня нет И, как говорится, фракция, она есть и она работает Но они исключены из фракций Все Сергей Павлович, вы сказали, что Геннадий Зюганов в курсе этой ситуации сделал некий запрос Куда и о чем? Сделал он правоохранительные органы несколько запросов По поводу ситуации внутри фракции? Да, в отношении вот этой, так сказать, ситуации А при чем здесь правоохранительные органы? На ровном месте раздули вот эти два товарища Вот Почему именно правоохранительные органы? А потому что там есть подделка документов И эти вопросы сегодня уже будут разбирать правоохранительные органы Они зря вот так вот себя повели, спокойно бы ушли Тем не менее, у господина Чурина сегодня Один из сыновей является, в общем-то, в Единой России И в Полицовете Единой России состоит А второй является председателем правительства Как он может сегодня? И плюс он также у главного единоросска Кировской области У губернатора Игоря Владимировича Васильева является советником Он никакой не оппозиционный Как он? Мы просим его голосовать против председателя единоросса Он говорит, это мой сын, я не могу этого делать Вот, поэтому я бы на его месте сегодня успокоился И просто продолжал работать эти полтора года в качестве депутата А то, что там произошло на законодательном собрании Я, как говорится, не отреагировал Потому что это, с моей точки зрения, это полный бред Вот, это мне напомнило, знаете, один из сюжетов фильма Корона Российской империи Помните, когда они уловили мстителей Их, так сказать, послали за короной во Францию И там два вот этих эмигранта решили, так сказать, себя сделать императорами И когда один закричал самозванец И у них пошла, так сказать, определенная драка Вот мне это напомнило, вот этот сюжет Все-таки он, глава департамента бывший Как говорится, столько времени проработал, в общем-то, в образовании И я не думал, что у него это самое, вот так вот, так сказать Его воспитание, когда, как говорится, услышал вот эти слова Позволило ему вот таком Это полный бред, это полная, так сказать, потерянность и так далее С моей точки зрения И бессилие Давайте сделаем перерыв и вернемся и эту тему еще обсудим Продолжаем особое мнение Сергей Мамаев сегодня его высказывает Мы продолжаем обсуждать ситуацию с конфликтом внутри фракции КПРФ Который все еще продолжается Длится, по-моему, уже с сентября этого года Сергей Павлович, вы сказали, что Леонид Сандалов приезжал к Александре Каримулина Вятские поляны, видимо, у них был какой-то разговор Она же отозвала свою подпись письменно Вот, вот, портал Ньюслер написал, что она отозвала подпись Это действительно так? Тем не менее, она на чистых листах это поставила Она прекрасно понимает, что это, как говорится, это Ну, как уговорил человек, наверное, это самое На тот момент о том, что мы все должны работать вместе и так далее Вот она так мне пояснила в разговоре с ней о том, что Сандалов ее, именно мы должны дружно работать все вместе И, как говорится, руководителем фракции остается Мамаев и так далее Вот, поэтому она поставила эти подпись И что вот нам надо, как говорится, документ сделать и отдать То есть она поставила подпись на чистом листе Да, 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 но она уже потом, как она объясняет Когда позвонил Анатолий Михайлович с Кирова И, в принципе, сказал, что мы Спасибо вам, что сейчас мы Мамаева будем, так сказать, не руководитель фракции Будет руководитель фракции, будет Сандалов, понимаете? Вот, это ее слова, это, как говорится, и она не... От своих слов я знаю, Александра Ивановна, она никогда не отказывается Вот, поэтому вот такая ситуация Я бы не хотел сегодня, так сказать, обострять внимание на этой Несуществующей, по сути дела, для партии проблемы Потому что многие газеты писали о том, что у нас раскол в партии И там и так далее Ну, если на ситуацию обратил Геннадий Зидановский, мне кажется, уже... Никакого раскола в партии нет Мы провели пленум, специально, так сказать, оперативно провели пленум И, в принципе, осуждение сегодня... Смотрите, первых секретарей райкомов, как они сегодня пишут... Вернее, ну да, отзывается вот от этой ситуации В принципе, и на пленуме достаточно дружно Никто просто задавали вопросы Никто это самое не был за то, чтобы это самое каким-то образом этих людей вернуть Тем не менее, Сандалов исключен из партии Ну, смотрите, портал Ньюслер, который я уже упоминала сегодня, пишет Как сообщают источники из КПРФ Сергей Мамаев Лично решения которого в недавнем прошлом не обсуждались и не опровергались Возможно, и сам не рад сложившейся ситуации, которую заварил И возможно, и будто бы даже готов к примирению Нет Вот можем сказать, что вы готовы к примирению? Я к примирению не готов, решение принято Какое примирение может быть? Это с их стороны должно быть примирение Решение принято Я уже вам сказал, уважаемая Ксения, что они остаются депутатами Потому что закон не позволяет забрать у них мандаты Но они остаются при этом и членами фракции КПРФ Если бы они написали заявление о выходе из фракции КПРФ Тогда мы у них забрали бы и мандаты Но сегодня, как говорится, они исключены из фракции А тем не менее, еще господин Сандалов, он исключен из партии Вот, он обжаловать может контрольно-ревизионную комиссию Вот, как говорится, и центральный комитет Или же в нашу областную Потому что этот вопрос прорабатывался не мной лично И прорабатывался контрольно-ревизионной комиссией обкома И, в принципе, первичная организация дала свою мотивацию А так как у нас контрольно-ревизионная комиссия Практически регулярно проверяет вопросы партийной дисциплины То вот она выявила этот момент Который дал нам основу для того, чтобы исключить господина Сандалова из партии Ну, то есть чисто гипотетически мы даже не можем представить ситуацию Что фракция КПРФ в прежнем составе восстановится и будет прорабатывать Нет, они исключены, и все, Ксения Я считаю, что этот вопрос... То есть точка поставлена Да, точка поставлена И, по сути дела, пусть они какие инсинуации там не придумывают Не пишут различные, так сказать Но газете нечего делать Потому что нет определенных, так сказать, новостей, которые бы надо писать А я бы сегодня порекомендовал посмотреть, какой у нас бюджет Почему нет стратегии развития Почему мы идем в хвосте среди всех субъектов Российской Федерации По национальным проектам и так далее Вот эти вопросы надо сегодня задавать председателю правительства Господину Чурину Который сделал определенный провал в экономическом плане На территории Кировской области Я уже назвал те параметры, которые озвучил ранее Поэтому и отношу это к председателю правительства Господину Чурину, младшему Давайте еще немножко один вопрос я вам задам на эту тему И мы перейдем к другим В нашем эфире в программе «Дайте слово» у Алексея Кузьмина Все представители оппозиционных фракций, в том числе и вы Сказали, что мы будем голосовать против Не будем поддерживать проект областного бюджета на 2020 год В общем-то, консолидировано все проголосовали В городской думе ситуация была такая же То есть все оппозиционные фракции Не поддержали проект городского бюджета Кроме одного депутата Алексея Овечкина Который входит во фракцию КПРФ Причем я заметила, я посмотрела голосование Я заметила, что по некоторым важным вопросам Алексей Овечкин голосует, ну так скажем, в солидарности с Единой Россией Вот с чем это связано? С чем это связано? Это связано с господином Сандаловым Они в очень неплохих дружеских отношениях Поэтому и Овечкин так себя повел, господин, как говорится Но у меня еще не было разговора на эту тему Это предстоит после Нового года То, что сегодня вот так вот они себя ведут А как они хотели голосовать за бюджет В этой партии, так сказать, сегодня аргументированно говорит о том Что нельзя принимать такие бюджеты Тем не менее, сегодня нет на территории Кировской области Как говорится, стратегии развития Кировской области Не выполняется закон о стратегическом планировании Федеральный закон на территории Кировской области Он привязан сегодня к бюджету Бюджет должен быть привязан к этому документу Который называется стратегия развития Кировской области Мы же не видим, что у нас в перспективе будет Если мы бюджет принимаем, это, с моей точки зрения, это смета Или же бухгалтерский просто документ С учетом того, что перспектива не просматривается в этом бюджете На развитие Кировской области Как мы можем за него голосовать даже по этим параметрам И те товарищи из других оппозиционных партий, они это прекрасно поняли Хорошо, тогда мы можем сказать, что в городской думе во фракции КПФ раскол происходит? Ну, это я не могу сегодня назвать расколом Я еще раз говорю, что там два у нас депутата А вы знаете, что фракция может быть даже из одного человека Поэтому, как говорится, будем разговаривать с Алексеем Овечкиным И его понимание сегодня в отношении бюджета Почему он голосовал за бюджет Если сегодня даже господин товарищ Бакин Владимир Гаврилович, мой уважаемый председатель ЗАГС Собрания Вообще, так сказать, не голосовал И вы говорите, как прошел бюджет Там 37 человек проголосовало, 9 против, 5 воздержалось Поэтому это сегодня звонок кому? Председателю правительства в первую очередь И то, что отключали микрофон и дали 5 минут В эти 5 минут по такому объемному документу И по документу жизнеобеспечения на территории Кировской области Это вообще нонсенс сегодня Давайте мы к городской думе вернемся По городской думе я все уже сказал Вы сказали, что один фракция возможна из одного депутата Значит ли это, что Алексей Овечкин кандидат на исключение? Нет, но мы его предупредим И предупредит руководителя фракции Что так нельзя себя вести И, как говорится, ведь мы не сразу Вот такие, как говорится, кардинальные резкие меры принимаем Но это, по сути дела, как вам сказать С моей точки зрения, это просто-напросто предательство Ну нельзя же так Ты идешь от партии сегодня И знал, от какой партии идешь Знал о том, что есть аргументированная, так сказать, сегодня Объективная причина не голосовать за данный документ А ты голосуешь за него Или тебя купили, или тебя попросили Но я больше чем уверен, что его попросили Давайте к другим темам перейдем С 1 января в Кирове будет введен единый тариф на общественный транспорт Он сравняется для города Получается, что он сравняется для города и для сельских территорий Таких, как Бахта, Русская, Костина Соответственно, если раньше люди в эти сельские территории ездили и платили за километр То сейчас тариф сравняется и будет везде 22 рубля Соответственно, если мы знаем, что если где-то убыло, то где-то обязательно прибудет Безусловно Соответственно, уже пошли разговоры о том, что, вероятно, в скором времени нас ждет повышение тарифа Максим Михайлов, глава РСТ, об этом уже сказал Сказал, что с 1 февраля нужно нам готовиться к повышению тарифа И цифра будет озвучена, вероятно, всего в январе И эксперты говорят, что, наверное, это будет цифра в районе 25-26 рублей Вот обоснованы ли это цифры, на ваш взгляд? Нет, я вообще не понимаю сегодня РСТ И задавал этот вопрос публично за заседание законодательного собрания По какой методике все-таки считает тарифы на территории Кировской области Взял разрез полностью всей Российской Федерации Посмотрел, у нас самые высокие тарифы по всем направлениям Это Кировская область представлена Я считаю, что там есть, с моей точки зрения, коррупционная составляющая Именно вот у этого органа, который занимается, так сказать, тарифами на территории Кировской области И то, что касается сегодня транспорта Я поднимал этот вопрос И спасибо вам, Ксения, что вы его сегодня, так сказать, поставили на обсуждение Этот вопрос, с учетом того, что у нас всегда были планово-убыточные В советское время все пассажирские перевозки, все были Почему? Потому что повышение цен и надо компенсировать расходы Всегда компенсировал бюджет А на сегодня мы компенсируем из бюджета только авиаперевозки И железнодорожные перевозки А автомобильный, пассажирский транспорт, по сути дела, мы не датируем И с учетом того, что там огромный бардак Я не исключаю, что начнутся аварии, где будут гибнуть люди и так далее Потому что выходят на линию автобусы не всегда, так сказать, подготовлены Не всегда они лицензированы, тем не менее, очень много районов, которые вообще не имеют сегодня никакого сообщения Я имею в виду пассажирского с региональным центром Это порядка восьми районов Поэтому тут надо наводить порядок и надо сегодня датировать В общем-то, чтобы не поднимать тарифы, как говорится, на пассажирские перевозки Им неоднократно, письменно писал, осно, так сказать, предлагал Предлагал это на рабочей группе по формированию бюджета И вы, говорю, вы доведете сегодня до беды Почему? Потому что этот вопрос сегодня очень остро стоит на территории Кировской области Если взять город Киров, там тоже Там тоже сегодня надо посмотреть и наводить порядок Нельзя это самое постоянно, так сказать, руку ложить в чужой карман То есть в карман собственного народа Понимаете? Поэтому надо сегодня смотреть, какие мы цифры И какие расходы несет то или иное автопредприятие Чтобы их сбалансировать Чтобы не было вот этого разрыва И не было того предбанкротного состояния Которое во многих районах автоколонны По-старому их назовем, получили сегодня То, что касается этого вопроса Я вот предлагаю сегодня Минтрансу На территории Кировской области Немедленно заняться данным вопросом И если необходимость будет, естественно Как говорится, я как депутат И большой ведущей политической партии Естественно, буду подключаться к этому вопросу И держу его на полном контроле Я еще раз предупреждаю Руководство, в первую очередь, правительство Кировской области Что к этому вопросу надо отнестись очень серьезно и оперативно Почему? Потому что в январе уже будет решаться вопрос Это уже мы видим, что происходит по стране Сколько людей гибнет именно из-за такой ситуации Которая сегодня решаемая Помните, мы митинги проводили по железнодорожному сообщению Где прекратили, так сказать Ну, это было еще при Белых И при его начале правления Когда они прекратили датировать, в общем-то Железнодорожные перевозки, пассажирские Потому что, ну, это наши внутренние, в общем-то, вопросы Которые мы всегда датировали Они тут решили все, так сказать И бросить на произвол судьбы И они прекратили, по сути дела Поставление электричек и так далее То есть сменили расписание И аннулировали многие сообщения Так сказать, по многим направлениям Например, там, в Амутнин, Песковку Там, под Осиновец и так далее Но ведь вышли тогда из положения Я же им тогда тоже этот самый язык смазолил Говорить о том, что давайте, ребята, будем датировать Это же беда Нет денег Я говорю, ну, вы сегодня посмотрите Зачем нам на информационную политику Огромные миллионы, так сказать, бросать? Зачем? Сергей Павлович, я предлагаю прерваться на рекламу И потом еще продолжим эту тему обсуждать Возвращаемся в студию Продолжаем особое мнение Сергей Мамаев сегодня наш гость Давайте еще немного поговорим про тариф В паблике Красивый Киров Где координатором одноименного движения Является Анатолий Курбатов Написано, что повышением цен на проезд Который мы только что говорили Мы обязаны отмене так и не состоявшейся транспортной реформы Против которой, я напомню, активно выступали жители Активно выступали депутаты Мы ее активно обсуждали летом Можете ли вы согласиться с тем, что вот именно ее отмене Мы обязаны повышением цен на проезд? Ну, частично я с этим согласен Но в то же время это основной вопрос бюджета Касающийся и города, и области в целом Просто многие наши эксперты Немногие, некоторые наши эксперты В этой студии говорили о том, что Как раз введением вот этой реформы Чиновники хотят прикрыть повышение цен Ну, и этот аргумент сегодня Я его не исключаю Я еще раз вам говорю Не исключаю И этот аргумент Но самый основной аргумент Это бюджет сегодня И они обязаны были предусмотреть Пассажирские перевозки С учетом того, чтобы вот Тарифная политика была сбалансирована На территории города Кирова Когда принимается бюджет И тут расчеты И в эти расчеты должны были вкладывать И пассажирские перевозки Смотреть, как же они Так сказать Сегодня работают на территории города Кирова Или Кировской области в целом И давать свои предложения Хотя Минтранс давал в область предложения Я точно знаю И поддерживал меня в этом вопросе То есть область не согласовала Предложения Минтранса Да, Минтранс пытался это сделать Потому что было Я им задавал прямой вопрос Они говорят Ну, мы расчеты предоставляли Тем не менее Сегодня контрольный пакет акций Автоколонны Это у правительства Кировской области Ну, давайте к другой теме И следующая наша новость Которую мы будем обсуждать Звучит так В Кировской области На торги выставлены 170 квартир Где живут учителя и врачи Квартиры эти были приобретены В бытность Кировской региональной ипотечной корпорации Которая с сентября 2018 года Является банкротом И несколько лет назад Вот эта программа служебное жилье Она создавала, собственно говоря Для того, чтобы нивелировать Дефицит кадров на селе Дефицит врачей Дефицит учителей И, собственно говоря Все эти люди сегодня Могут оказаться на улице Завтра назначены торги На завтра, на 27 декабря Суть в чем? Секундочку Значит, в ответе Минимущества областного Сказано, что бояться Живущим в этих квартирах Нечего Потому что даже при смене Собственника договор Останется в силе И, соответственно Проживать в этом жилье Можно будет на прежних условиях И наговоренный в договоре срок Вам не кажется, что здесь Есть лукавство? Нет, здесь лукавство Я полностью с вами согласен Надо, как говорится Вспомнить Эти 170 квартир Они были приобретены Во времена В общем-то Правления Белых Когда главой департамента Был Анатолий Михайлович Чурин А главой департамента Здравоохранения Была госпожа Утемова Матвеев был заместителем Губернатора Тогда, помните По социальным вопросам Поэтому Они эту программу Очень сильно распиарили И вы помните Там сколько было посадок Руководителей По этому крику Кировской ипотечной корпорации Вот С учетом этого Конечно Я вчера буквально И разговаривал С министром Госсобственности Товарищем Сурженко Артемом Сергеевичем Он меня заверил Что это Самый данный вопрос Будет под контролем И мы постараемся Так сказать Сохранить эту ситуацию В том плане В котором она и есть Каким образом? Я задал Ну как Что это останется Служебное жилье Я ему задал вопрос А что ж вы в казну-то Их не взяли Когда пошли Так сказать На банкротство В общем-то Этого государственного предприятия Вы же обязаны были Вот это Предусмотреть В этом вопросе Ну там акции Он мне ответил Ну квартира находится В залоге банка Я могу сказать Риторический Да Но с учетом того Что Задают люди вопрос Не Снова Не будут ли Так сказать Повторно Выделены деньги На откуп этих квартир Потому что Это социальный изрыз С моей точки зрения Тут надо было Предусмотреть Вот это Мое мнение Потому что у нас И передача Так называется Особое мнение Надо было их Завести в казну И как говорится Не акциями А этими Так сказать Квартирами То есть Вы думаете о том Что нужно было Эти квартиры За бюджетный счет За областной счет Выкупить И передать Нет Они могут Это тоже Одна из схем есть Но это сегодня Рисковая схема Почему? Потому что Это двойная будет Плата И кому неизвестно Понимаете? Это в принципе Это преступный вопрос И я считаю Что его Как говорится Можно обойти В другом направлении Но он меня заверил Я Артему Сергеевичу верю Но до поры до времени Если посмотрим Как пройдут электронные торги И что произойдет Но я бы просил Сегодня всех тех людей Которые в общем-то Имеют Вот эти служебное жилье В принципе Да программа Неплохая была Ее можно было И продолжать дальше Но надо было Смотреть сегодня И контролировать В общем-то Данную корпорацию Потому что Ну Я и много запросов Тоже писал в свое время Именно по Крику Что там происходило Вот Но К сожалению Вот эти люди Не могли В свое время Когда программа Разрабатывалась Я назвал Глава департамента Они должны Вносить Были свои предложения И контролировать Обезопасить В общем-то Тех граждан Которые сегодня Получили Это служебное жилье Поэтому Тут вопрос у нас На контроле Его сейчас обсуждают В общем-то И в средствах Массоинформации Федеральных Я буквально Вчера Газету Известия Почитал По этому вопросу Где также Спросили господина Чурина Как бывшего Главу департамента Он якобы Я вносил Предложение Ты письменно Предложение Вносил Обоснование Делал Данному вопросу Когда такая Программа В общем-то Версталась Она не без участия Вот этих Департаментов В общем-то Сегодня Была подготовлена И запущена В свет Вот Поэтому Есть вопросы Как говорится Не только по этому вопросу Я думаю Что данную ситуацию Мы снимем Там все-таки Есть В законе О банкротстве Есть определенные Моменты Где можно Снять тот или иной Проблемный вопрос Порешать его Вот Но не за счет Бюджетных средств Это мы отслеживаем Ну и мне Сруженко Еще раз хочу подчеркнуть Сказал Что мы Ни в коем случае Не будем привлекать В общем-то Бюджетные средства Повторно А постараемся Отрегулировать Эту ситуацию Так как Еще раз хочу подчеркнуть Я А каким тогда способом А каким способом Закон Регулирует Вопросы Которые Так сказать Зависит Порой От местной власти Закон регулирует И там есть моменты Которые можно Так сказать Включить И решить этот вопрос Спокойно И В нужном русле Ну вот смотрите Вы сказали фразу Посмотрим Как пройдут Электронные торги Вопрос в чем Зачем Кому-то заявляться Зачем кому-то Покупать Эти торги Эти квартиры Если В порталу Свой Кировский Артем Сруженко Сказал Если по отдельным Квартирам торги Состоятся Новый Собственник Будет Обязан Считаться С арендатором И не сможет Без его согласия Прекратить действующий Договор Либо внести в него Изменения Ухудшающие Положение А зачем Тогда покупать Квартиру Эту Зачем Если Собственник Бесправен А давайте мы Вспомним Такую ситуацию Помните Общежитие Шинного Завода Это было Получается Что собственник В этой ситуации Он бесправен Он не может Его ни выселить Ни эту квартиру Не воспользовать Зачем тогда И покупать Нет Он может выселить Я вам прямо говорю И может воспользоваться Этим А Артем Сергеевич Говорит А может отдать В найм Понимаете Он уже будет Собственник И пусть Вот так сказать Может я ошибаюсь Это самое Есть определенные Моменты В законе На которые Опирается Товарищ Сруженко Но С моей точки зрения Будет Собственник Это точно Такая же Ситуация Как Хозяева Некоторые Так сказать По общежитии Люди Там жили И мы начали Повышать квартплату И так далее Там же целые Митинги были Это просто забыли Вот точно Такая же ситуация И что В суды ходили И суд Правосудия Было на стороне Собственника Так что тут Палка о двух концах Как говорят Надо сегодня На этой стадии На этой стадии Решать вопрос Я больше чем Уверен Что это самое Когда собственник Придет Будет Министерство Ходотайствовать Перед Министерством Финансов Чтобы Денежки Определенные Выдать И выкупить Эти квартиры Поэтому Тут не все Так просто Если есть Механизм Какой-то другой Но я знаю Закон о банкротстве Немножко Так сказать Я знаю Что там есть Лазейки Именно по электронным Торгам Тоже можно Так сказать Отработать Если на то дело В доброй воле Будет Конкурс на управляющем Ну Еще давайте Про Киров Немножко Поговорим Есть В собственности Кироскоригинальной Ипотечной Корпорации А еще один участок Он находится В квадрате Здесь совсем недалеко В квадрате Улица Московская Октябрьский проспект Горького И Преображенская Участок небольшой Это в сквере Как раз Залыми парусами С ним Что думаете Что с ним будет Что с ними будет Там есть Одно Кирпичное здание Ну он будет Также продан Не знаю С молотка Или Но там Надо будет Согласовывать Вопрос Если сносить Там одно Есть здание В кирпичном Исполнении Оно является Как сказать Но это по-моему Не тот участок Там деревянное здание Это надо будет Министерству культуры Этот вопрос Разбирать С учетом того Что напротив Этого парка По улице Энгельса А сейчас она Преображенская Называется Но она Фиктивная Эта улица Название ее Потому что Быков тоже Это самое Здесь превысил Свои полномочия И прокуратура В то время Не усмотрела Как говорится В этом Определенной Проблемы Поэтому там Те два дома Которые строятся Напротив этих Бывших Зданий больницы Вот Они получали Разрешение Через Минкультуры Даже напротив Они строятся Не в этой зоне Понимаете Что будет с ними Я Не могу сегодня Сказать Чья собственность Тоже не занимался Но я знаю точно Что одно Имеет Определенную Так сказать Вот такую Коллизию Которая Сохранена За этим зданием Сергей Павлович У нас совсем Немного времени Остается Буквально Минута Поэтому я вам Быстро задам вопрос И попрошу Коротко на него Ответить Кировская область Получит 40 миллионов Рублей С федерального Бюджета На поощрение Кировских чиновников Заслужены ли Эти деньги Будут они получать Как вы считаете Ну я думаю Что сегодня Допустим Правительство Так это не заслужено Простым рядовым Клеркам Которые работают В министерствах Ведомствах Да Они свою работу Выполняют Деньги пойдут Так сказать Именно На тем людям Которые получают 15-20 тысяч Как в качестве премии То я считаю Что это будет заслужено А если они пойдут Тем чиновникам Заместителям У которых зависит Заработная оплата От губернатора От министров И так далее То это Нонсенс Завершаем на этом Программу Особое мнение Его гостем Сегодня был Сергей Мамаев Депутат Законодательного Собрания Кировской области Всего доброго До свидания Вам тоже Всего самого доброго И с наступающим Новым годом Всех радиослушателей И вас Спасибо Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok